Всем доброго времени суток, господа и дамы командиры. С вами Каксида Блэквинг, который сидит, смотрит на часы и понимает, что данное видео он записывает без 5 минут первого часа ночи. Удивлены? Возможно, потому что Ксюша, конечно, немножечко расстраивается до сих пор от того, что я ложусь спать позже, чем она. Но в этом есть свои плюсы, потому что когда ложусь спать я, она уже спокойненько спит и мы не мешаем друг другу. Это во-первых. А во-вторых, когда она у меня спросила, почему я не ложусь спать пораньше, я ей отвечал так. Ксюша, ночь это единственное время, когда вы меня не трогаете, я могу спокойно заниматься своим творчеством или же еще чем-то, не мешая никому из вас и не раздражаясь тем, что меня кто-то отвлекает. Она это все понимает, принимает и, соответственно, самым главным ее условием является, чтобы я ей не мешал спать, хотя она спит достаточно-таки чутко. Вот так вот взаимопонимание вам помогает в ваших отношениях. Ну и для тех, у кого их нету, то, соответственно, вот вам мой совет. Относитесь к решениям своей второй половинки с взаимопониманием. Ну и сегодня мы начинаем кампанию за нот. Хотя бы пролог я тоже вам покажу, как он выглядит, и уже потом я сам подумаю, с какой фракции мне начинать прохождение. Вполне возможно, я буду вести их параллельно, хотя и по сюжетной линии, как я уже упоминал раньше, кампания нот немножечко идет на шаг впереди, чем гсб. То есть сначала, если смотреть по канону конкретно Тибериум Ворса, идет кампания нот, хотя бы первый акт, ну а затем кампания гсб. Вообще, можно было бы, конечно, пройти миссии в хронологической последовательности, как, допустим, в той же Ментал Омеге. Но, во-первых, все миссии у нас не открыты, а во-вторых, для того, чтобы проходить их в хронологической последовательности, требуется пройти игру хотя бы один раз. И не забываем, что во вселенной Command & Conquer всегда существуют две концовки, и только одна из них всегда являлась каноничной. Вообще, это видео должно было выйти немножечко пораньше, потому что вместе с компанией, прологом гсб, я записал и пролог за нот. Но мой мозг решил, что я залил данную серию, и когда я решил заливать сегодня буквально серию за нот, я лезу в свою папочку с записями и обнаруживаю, что там нету видеофайлов. Потому что после того, как я заливаю видео на канал, я перепроверяю, чтобы оно обработалось в HD-формате, потому что были пару раз неприятные инциденты с тем, что видео вроде и залилось, я его вроде удаляю, а оказалось, что оно обрабатывалось с какой-то ошибкой, и в итоге было качество только 360. И после того, как я убеждаюсь, что с видео все хорошо, у него нормальное качество, нормально залит и нормально обработано, я его убираю с жесткого диска, чтобы освободить себе память. Ну и так я посчитал, что залил его, удалил все, в итоге сейчас лезу заливать его, чтобы поставить на отложенную публикацию, потому что все равно требуется время на то, чтобы залить, на то, чтобы обработать. И обнаружил, что видео там нету, поэтому кампанию за нот мы начнем заново. Но знаете, возможно даже и хорошо, что я считал, что залил видео и удалил его, потому что последние события, как вы знаете, очень-очень больно ударили по психике всех вас. Вообще, я мог бы, конечно, высказаться по этому поводу и, в принципе, делаю это сейчас, но, знаете, я всегда ставил одной из самоцелей, когда пытался заниматься ютубом еще 10 лет назад. Ксюша в комментариях группы ВК указала, что скучает по Постолу 2, а именно 10 лет назад я и пытался заниматься ютубом, то есть заливал вот эти самые прохождения. Вы их, конечно же, не найдете, потому что я их удалил, но тем не менее. И вот, собственно, когда я начинал заниматься ютубом, я делал себе одну из целей такую, что сделать данный канал, данное сообщество, потому что появилась у меня и группа ВК, на всякий случай, если вдруг ютуб заблажит, каким-то местом, в котором вы можете отдохнуть от негатива реального мира и хоть как-то разгрузить свою психику. Да, случившаяся, конечно, очень большая трагедия, очень больно ткнувшая всех нас в нашу психику. И, конечно, по-хорошему стоило сказать что-то, но есть две большие разницы между тем, что вы что-то говорите и между тем, что вы что-то делаете. Поэтому не стал я ничего говорить, скажу я вам только одно, и это, пожалуй, будет одним из тех немногочисленных моментов, когда я действительно упомяну что-то про реальный мир, потому что дерьма хватает, тащить его еще сюда, ну, мягко говоря, не хочется. За исключением особо таких вот тяжелых ситуаций, как случившаяся. Сказать я хочу вам, ребятки, следующее. В любой войне, поскольку у меня канал специализируется, грубо говоря, на стратегиях с военными конфликтами, так вот, любая война на 25% состоит из побед и на 25% состоит из поражений. Эти цифры могут меняться в зависимости от ситуации на всех фронтах, будь то военный, экономический, политический и все остальные факторы, которые будут влиять на, скажем так, эти самые цифры. Но оставшиеся 50% не меняются абсолютно никогда со всех времен войн в истории человечества. Этим 50% имя пропаганда, промывка мозгов и, в общем-то, другие не слишком-то нелицеприятные эпитеты, которые я упоминать не буду. Что я хочу вам этим сказать? Всегда старайтесь оставаться трезвыми на голову и всегда оценивайте ситуацию не с какой-то одной точки зрения, а вот исключительно анализируя, размышляя и делая свои выводы. Потому что, как говорили в Call of Duty Modern Warfare 3 во вступительном ролике, война — это искусство обмана. Поэтому, даже несмотря на все случившееся, как бы это ни было тяжело, как бы это больно по вам ни било, всегда оставайтесь людьми, всегда оставайтесь теми, в чьих сердцах будет хотя бы капля милосердия к тем, кто точно так же, как и вы, как и многие другие, могут быть обмануты и ставшие на путь зла. Это, конечно, не относится к тем, кто поощряет это зло, кто является его источником. Они свой выбор сделали. Вы же, как существа вольны, вольны делать свой выбор. И, соответственно, когда вы его делаете, вы принимаете полное решение исключительно на своих выводах и принимаете полную ответственность за свои слова и за свои поступки. Всегда будьте к этому готовы. Вы в этом и есть ваша и наша свобода нести ответственность за то, что вы делаете. В общем, вот так вот я вам скажу все это и давайте переходить за компанию Занод. Я сказал вам это все не просто так, потому что в компании Нод данная фракция преподносит себя исключительно как, скажем так, равноправное сообщество, братья и сестры, избавители от тирании ГСБ, которые заняли исключительно синие зоны, которые пригодны для жизни, оставив всех прочих, скажем так, недостойных гнить в желтых зонах, которые частично пригодны для жизни. Так что, вот видите, вот вам две стороны одной медали. Военный конфликт, правда, с одной стороны, правда, с другой стороны, но ни одна из них не является истиной, потому что она лежит ровно посередине. Ну что ж, переходим тогда к вступительному ролику, а я пока налью себе водички. Многие годы ГСБ держал в секрете информацию о Тиберии. Они именуют себя Глобальным Советом Безопасности, но пусть эти красивые слова не обманывают вас, ибо они лживы. ГСБ стремится к одному – обладать священным кристаллом. От нас скрывали правду, но ценой великих жертв «Братство» сумело получить образцы этого бесценнейшего кристалла, дабы его благодетельная сила излилась на весь мир. Продажная пресса клеймила нас как террористов. Однако в 2019 году мы вынудили ГСБ открыть свое истинное лицо, и с тех пор виды «Братства» пополняются нашими единоверцами. Мы работали, не покладая рук, распространяя Тиберии по всему миру, чтобы все люди могли приобщиться к силе «Зеленого кристалла». Однако гонения не прекращались. Человечество оказалось ввергнутым в бессмысленные войны, унесшие миллионы жизней, не сумев уничтожить «Братство» военной силой. ГСБ сбрал новую тактику. Обманом и подлостью ему удалось изменить мировые границы и вытеснить всех последователей нашей веры в малопригодные для жизни «желтые» зоны, в то время как на долю ГСБ пришли синие зоны, не затронутые катаклизмами. Но, несмотря на слухи о смерти Кейна, наше «Братство» сильно как никогда, а наша вера в могущество кристалла непоколебима. Мы распространим благую весь «Зеленого кристалла» по всему миру. Он возвал громким голосом «Лазарь, среди вон» и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам. Я всегда считал, что глубина веры измеряется не словами, но делами. Многие дети мои чтут меня на словах, а на деле предают. Без меня они утратили путь, но ты... Ты, сын мой, твоя вера крепка. Ты не отступил ни в Гондурасе, ни в Ерихоне, ни в Рио. Ты рисковал жизнью, дабы посрамить ГСБ, дабы укрепить нашу веру, дабы восславить имя мое. И сейчас я снова взываю к тебе, чтобы ты помог восстановить былое величие «Братства». Ведомо мне, что ГСБ утрачивает силу, погрязчив в грехе и пороке. Настало время ответного удара. Пока наши враги торжествуют, мы покажем их слабость всему миру. Эджей ведет тебя в курс дела. Он, как и ты, предан мне. Так вот он, тот герой, о котором все говорят. Легенда Братства. Надеюсь, репутация твоя не из пальца высосана. Направляют тебя прямиком в пекло. Центр имени Годдарда в Гринбеллте, штат Мэриленд. Отвечает за функционирование системы противоракетной обороны ГСБ. Задача с небольшим отрядом проникнуть на территорию и уничтожить там всех. Затем отключить систему. Первым делом вырубите связь, чтобы они не смогли вызвать подмогу. А потом, ну не мне тебя учить. Да, хотел бы я рассказать, чего Кейн хочет этим добиться, но тогда мне придется тебя убить. Шутка. Если серьезно, завидую я тебе, брат. Грядут перемены, и ты будешь в самом их сердце. Мы вовремя вступили в Братство. Зови меня, брат, если что. Ну, как вы могли убедиться, в самом начале девчушка вроде бы и запиналась, однако это не является багом, потому что, как я знаю, когда делают дубляж озвучки, не стараются перенести абсолютно всю речь дословно. Некоторые слова меняются, потому что актеры стараются попасть в такт движения губ тех, кого они дублируют. Поэтому такие вот запинки были, скорее всего, результатом того, чтобы подогнать озвучку, озвучку подогнать голос актрисы под ту, которая сейчас была на экране. Поэтому такие вот запинки были. Вполне вероятно, что в английской озвучке такого вот нету. Я никогда с ней не сталкивался, по крайней мере, Command & Conquer не находил с ней. Но, возможно, если будет у меня желание, я, разумеется, попробую посмотреть игру и с английской озвучкой. Хотя, от голосов адъютантов, что тех, кто нам озвучивает задачи от лица ГСБ, что от того, кто будет озвучивать нам задачи от НОДа, я до сих пор тащусь. Ну и так, место действия. Космический центр имени Годдарда. Вам поручено возглавить элитный отряд братства, совершить нападение на космический центр имени Годдарда и вывести из строя системы противоракетной обороны ГСБ. Без этих систем весь тот хлам, который наши враги и держат на орбите, будет уязвим для наших ракет. Первым делом оставьте противника без связи, захватив штаб. Затем у вас будет 20 минут на то, чтобы разобраться с противоракетной обороной. Ну и погнали теперь смотреть компанию Занода. Занода, точнее. Итак, в нашем распоряжении есть отряд фанатиков из крутого СМВ. Техник должен пройти за стену. Пусть фанатики уничтожат ее. Но я буду звать их бабахи, потому что это... Одну минуточку. Как я люблю несвоевременные пиликанье своего телефона. Случается, конечно, такое, но тут самый навод. Так вот, я буду звать их бабахи, потому что они, ну, очень напоминают мне ребят из крутого СМВ. Правда, те были полуголые и без башки. Я орали знатно, но, тем не менее, суть была та же, подорваться. Итак. Ну вот, собственно, видно, что архивы у меня уже открыты, потому что я уже сказал, что я записал эту серию, но тем не менее. Итак, наше место в мире. Так, подожди, это я читал. Нет, вот, вот, вот это вот новое. То, что я читал, но это я не буду читать заново, потому что, во-первых, это уже было в вступительном ролике, а во-вторых, смысла в этом нет. Поэтому давайте перейдем к нашему месту в мире. Листовка из желтой зоны. Братство НОД. Убежище правоверным, гроза угнетателям. Цель Братства в объединении людей, тех 80% населения Земли, что страдают в желтых зонах, раздираемых войнами, преданных лживыми лидерами ГСБ. Используя Тиберий в качестве топлива и основы экономики, в поте лица мы трудимся, стараясь привнести порядок в хаос нашего существования. Благодаря Братству улицы наших городов стали безопасны. Мы обеспечиваем нуждающихся продуктами и медикаментами, помогаем людям обрести веру. Мы вернули людям надежду, потерянную много лет назад. ГСБ говорит о себе, как о защитнике обездоленных и спасителе мира. Но так ли это? В их продажных сердцах не осталось места справедливости. 20% населения планеты, самые богатые люди мира, живут в синих зонах, потребляя львиную долю природных ресурсов Земли и используя свой военный потенциал для сохранения статус-кво, лишая нас Богом данного права добывать Тиберий. Сильные угнетают слабых во имя ничего не значащей свободы. Единственные, кто могут ответить ГСБ ударом на удар, это праведные воины священного братства НОД. Только силой мы сможем проложить свой путь к счастью и процветанию. НОД – наша последняя надежда в борьбе против тирании ГСБ. Братство, единение, мир. Выдержка из отчета разведки внутреннего круга. Гриф совершенно секретна. Слишком долго мы боялись поднять головы, опасаясь превосходства ГСБ в космосе. Их орбитальные станции, центры управления и сеть спутников-шпионов защищены грозной системой ПРО, казавшейся нам неуязвимой. Этот воздержившийся на орбите комплекс лазерных ионных орудий сбивает любую направленную в их сторону ракету. Многие годы эти орудия оставались в недосягаемости братства, внушая ложную уверенность, что баланс сил постепенно склоняется в пользу ГСБ. Но наши агенты смогли найти брешу в обороне противника. По неизвестной причине, центр управления ионными орудиями расположен на земле. Более того, весь личный состав, равно как и оборудование, отвечающее за исправное функционирование системы ПРО, расквартирован в одном научном центре, в северо-восточной синей зоне. Хорошо спланированная внезапная атака на центр имени Годдарда может вывести из строя все ионные орудия, дав нам несколько дней или даже недель на проведение боевых операций по всему миру без постоянной угрозы из космоса. Ну и, разумеется, давайте почитаем и о фанатиках, и о боевиках, и ракетометчиках, а также из техника. Но начнем с фанатиков, поскольку они сейчас светились, ну и к тому же под нашим прямым управлением сейчас находится всего лишь один этот отряд. Фанатики. Выдержка из писания святого наставника Марциона. Встречайте же лучших из наших братьев. Да не изведут они страха перед лицом врага. Да не будут они покорно сносить гнет тирании ГСБ. Своей жертвой несут они освобождение всем и каждому, кто последует за ними в священном походе к истинному свету. Огнем своих праведных душ очистят они от скверны земли угнетенных, неся миру пламя речей Кейна. Выдержка из руководства по ведению боевых действий. Элитные подразделения братства, к примеру, Черные Братья или Тени, высокопрофессиональны, но имеют малую численность. Если они, по сути, являются скальпелем в руках Кейна и используются для нанесения точных ударов разрушительной силы, то бесчисленные боевики и ракетометчики это наш боевой топор, или скорее даже молот. Их сила в количестве, и мы постоянно наращиваем темпы призыва среди обедневшего населения Желтых Зон. Братство обучает их, обеспечивает оружием и снаряжением, создавая героев из простых людей, непобедимую армию НОД, которая немножечко так проигрывает техническом оснащении ГСБ. Но оно и неудивительно. Партизаны проигрывают элитным частям, хотя и при необходимости могут очень-очень даже больно нападать этим самым элитным частям. Выдержка из книги «Обычьей войны». В элитную касту военных инженеров Братства техника коль только самые лучшие и самые преданные служители Веры Кейна. Техники используют свои знания и навыки для захвата ключевых построек противника. Кроме того, они могут закладывать заряды взрывчатки под опоры мостов и фундаменты гражданских зданий. Чтобы достичь высот в своем деле, техники годами постигают таинства науки и таких прикладных дисциплин, как саботаж, внедрение и угон транспортных средств. Ну, этих я буду называть марсиальными. То есть у нас есть отряд Бабах и один марсианин. Ну, погнали тогда. Так, сначала нам надо проломить стену. Давай-ка вот именно в этом месте. И под нашим командованием осталось еще парочка Бабах. Забавно, что написано. Не уничтожайте его, хотя под моим командованием осталось всего лишь двое фанатиков. Всего лишь двое Бабах. Так, нам поступают новые данные, но поскольку мы это уже читали, нам попросту их заново дублируют. Ну, ничего страшного. Ну, а теперь... Ну, а теперь... Ну, а теперь нам необходимо начать замес. Постройки снабжают энергией сторожевые вышки. Уничтожьте их, и вышки перестанут нам угрожать. Вот, собственно, те самые вышки, которые нам надо уничтожить. А еще я вижу, там еще у нас находятся те электростанции, которые нам, скорее всего, надо будет уничтожить еще разочек. Так, отряд. Отряды ГСБшников по-прежнему здесь бегают и тусуются. Но у нас здесь есть здание, в которое мы можем заныкаться. И из которого мы можем все это отстреливать. Все прекрасно. Здесь все готово. Теперь берем мы наших бабах и отправляемся к казарме, чтобы все это вынести. Чтобы противник нам не доставлял никаких проблем. Так, берем вот эти вот наши остальные отряды и перекидываем их вот сюда. Несмотря на то, что у нас здесь находятся повыше еще вышки, какую-то часть урона это самое здание у нас питает. Так, ребята, давайте бабахаемся. Вперед, 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 вперед. Во славу Кейна. Во славу всех остальных. Так, ну и вот, собственно, у нас боевики и все остальные. Так, тихо. По мне стрелять не надо. Я здесь этого не заслужил. Тего лишь подумаешь, взорву здесь все. В чертовой матери не надо по мне бабахаться. Так, кто остался живых? Вот этим. Так, давай. То самое любопытное. Наши ребята, наши ребята-боевики обладают... Энергостанции. Так мы отключим сторожевые вышки. Удивительным умением стрелять с одной руки. Вот с этих вот автоматов. Серьезно. Они стреляют с одной руки для тех, кто не видел. Так, ааа, у нас тут, ааа, у нас здесь маленькая такая проблемка. Нам здесь вынесли несчастную ножку Так, давай-ка мы сейчас все вот это вот выносим Нам здесь снесли здание, но ничего страшного У нас там есть еще место, куда мы можем сныкаться А теперь нам надо отправиться и снести вот эту вот самую машинку Плохая машинка, нельзя по мне стрелять, фу, плохо Так, давай-ка подберем контейнер Всего лишь один отряд у нас получил повышение, обидно, но не так страшно Ну и вот собственно видно, что ребята у нас как раз таки стреляют с одной руки Что я и говорил Так, сносим заводик по производству автомобилей Заводик по производству бронетехники, выносим этот самый автомобиль Ну а теперь наши бабахи спокойненько расправляются с данной С данной электростанцией Немножечко я путаюсь, но ничего страшного Учитывая, что у меня уже позднее время Я могу что-то и путать Так, пусть получится А, мне просто, что он сказал, пасть получится или что-то в этом духе У нас появилось элитное подразделение ракетчиков Замечательно, прекрасно, отлично Сносим следующую электростанцию и отправляемся дальше Это здание обеспечивает ГСБ связь с орбитой Чтобы начать третью войну за Тиберий, его следует уничтожить Так, а теперь нам надо отправиться сейчас и снести вот эту самую казарму Ребята пока обстреливают не здание Ну и теперь вот он у нас элитный отряд Братства Нод Так, вот это мы все снесли И теперь нам необходимо Выполнить две дополнительные задачи Вторую пока что не говорят, но Она будет нам сказана А еще, смотрю, здесь я пропустил вот этот момент С указанием, но ничего страшного Вот они, собственно, тени Ребята, которые у нас по умолчанию невидимы И их может обнаружить определенный юнит Или же определенное здание Но поскольку у нас здесь Так, давай-ка тыкнем То есть мы все свои ресурсы подкрепления исчерпали И теперь нам надо обеспечить себя притоком новых новобранцев Ну и вот, собственно, наши тени летят В полной невидимости Но здание Прохлятих ГСБ Нас не видят Почему? Ну, потому что у нас Потому что мы летаем, во-первых А во-вторых, потому что мы невидимы Так что сейчас мы сюда приземляемся Спокойненько подрываем данную электростанцию И на этом Участие теней Подходит к концу Давай, бабах Все, расправляем свои крылышки И полетели отсюда Нахрен Можно на кого-нибудь насрать Сверху Но я не уверен, что это Хорошая идея Какой объект потерян? А, одну тень все-таки сбили Кто-то все-таки решил воспользоваться моим советом И нагадить Но получилось, откровенно говоря, плохо Ну и все, ребята, вперед Отправляемся По пути снося Все и вся Сначала снесем вот эту вот самую машинку И затем Спокойненько разнесем центр связи Ну и заодно возьмем с собой всех бабахалок Пускай они идут и окупаются Ну и заодно проводят свои испытания Так, здесь кто-то еще выжил О, да ладно Еще двое бабахалок у нас тут осталось Так, ну и давай тогда тенись Спустимся Хотите, теоретически их можно взрывчатку положить Ими Ну ничего страшного Так, осталось 15 минут Ну ничего страшного Давай, вали ее Интересно, успеет ли снести до того, как толпа фанатиков прибежит сюда Нет, не успеет Но, тем не менее, все сделано Поздравляю! ГСБшники обделаются со страху, когда увидят, что припас для них Кейн Миссион Миссион комплит, как говорится Да, стилистические моменты, стилистические Предчувствие не подвело меня Ты блестяще справился с заданием Я лично следил за ходом этой операции И сейчас я даю тебе почетное право начать третью войну за Тиберии Войну всех воин Вперед, сын мой Нажми на кнопку Впиши свое имя в историю кровью наших врагов Продолжение следует... Какая-то Эта миссия Аплодисменты Эта миссия Впишише Впишись Продолжение следует... 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 Продолжение следует...